Алиция Хшановская. Мистерия рун. Руна Манас. Оптимизм. Эпиграф. Ни одно сообщество не может воспитать здоровых личностей, не создав условий для личных надежд, оптимизма, заинтересованности и осознания собственной ценности. Вильям Паде. Как только солнце коснулось лучами верхушек деревьев, все жители деревни вышли на берег моря. Они с нетерпением ожидали появления жрицы и старейшин. И когда те вышли к людям, воцарилась полная тишина. Первой заговорила жрица. Как вам известно, вчера наши посланцы вернулись из далекого путешествия. Они проявили мужество, смекалку и мудрость и нашли безопасное место для нашей новой деревни. Честь и хвала им за это. Раздались громкие аплодисменты. Все поздравляли Арсану и Вульфа. Жрица немного подождала, потом подняла вверх руку. Люди снова умолкли. Вчера вечером на совете старейшин мы долго обсуждали, что необходимо делать дальше. Теперь хотим узнать ваше мнение. — Атар, — обратилась она к седому мужчине, — опиши нам всем то положение, в котором мы находимся. Старик встал, опираясь на посох. Видно было, что он больной и немощный. У нас есть две возможности. Первая — остаться здесь до весны и только на следующий год переселиться в долину. При этом люди с запада могут либо захватить нашу территорию, а нас сделать рабами, либо полностью перекрыть нам путь в долину. Вторая возможность. Нам следует отправляться в путь как можно быстрее. Добраться до новых мест этой осенью, до наступления зимних холодов. Ведь мы должны успеть построить дома до прихода зимы. Однако выбор этой возможности принесет нам много трудностей и потребует очень больших усилий. — Старики и малые дети могут не выдержать такой нагрузки. Нам надо вместе решать, что мы будем делать. Наступила продолжительная пауза. Затем собравшиеся начали перешептываться. Спустя некоторое время из толпы раздался возглас. — Отправляемся в путь как можно быстрее! — А что будет с теми, кто не так силен и ловок, как другие? — спросила жрица. — Мы позаботимся о них, поможем им, никого не оставим в беде и не позволим обидеть. После этих слов отважилась заговорить Арсана. — Братья и сестры! Во время нашего путешествия нам очень помогали руны. Они охраняли нас и давали мудрые советы. Может, и теперь мы обратимся к ним? Спросим у рун, что они нам посоветуют? — Да, так и сделаем! — согласились все присутствующие. — Подойди ко мне, Арсана! — произнесла с улыбкой жрица и протянула девушке льняной мешочек. — Выбери одну руну! Когда девушка погрузила руку в мешочек, все невольно затаили дух. — Что там у тебя? — спросила жрица, глядя на небольшой камень с высеченной руной, лежащей на ладони Арсана. — О, это руна Манас! Она подняла камень вверх, чтобы показать всем, какой знак послала судьба. Судьба нам благоприятствует. Не будем откладывать наше переселение до весны. У нас есть неделя на сбор подоспевшего урожая и упаковку самых необходимых вещей. Все остальное придется оставить здесь. И помните о своем обещании. Молодые и сильные помогают слабым и старым. Мы должны действовать организованно и слаженно. Ровно через неделю, считая сегодняшнего дня, племя отправляется в путь к новой долине. Шум и крики, которые разразились после слов жрицы, эхом разнеслись по фьордам. Люди обнимались и целовались. Несказанная радость и ликование охватили всех. Однако довольно скоро жители деревушки разошлись по своим домам. Нужно было собираться в дорогу. У Арсана и Вульфа не оставалось времени друг для друга. Им передался оптимизм руны Манас и энтузиазм соплеменников. Их родители, имея достаточно сил, чтобы справиться с предстоящими трудностями, решили, что молодые будут помогать нуждающимся соплеменникам. Арсана с подружкой и младшей сестрой организовали опеку над малышами. А Вульф с двумя товарищами помогал собирать имущество Атара, который попробовал было протестовать. — Сам справлюсь. Идите, помогайте своим близким. — Они управятся без нас. Закончим у тебя, пойдем к Сигрет, а потом к Аудину. Поможем всем. Жрица, наблюдая за энтузиазмом, охватившим все племя, подумала, что в путь можно будет отправиться уже через четыре дня. Название и ее значения. Ман-нас, манн, мадр, манн обозначает человека, мужчину, мужа. Цвет пепельный, число 15 или 8. Здоровье. Добавляет бодрости, усиливает мужскую потенцию, охраняет от травм, ушибов, порезов. Потенциал руны. Стремление к совершенству. Основные свойства. Мотивация. Близость. Сходство. Совместные действия. Оптимизм. Послание руны. Познай себя, свои слабые и сильные стороны. Только таким образом ты сможешь полностью реализовать свой потенциал. Значение предсказательное. Прямое положение. Высокое самосознание. Оптимизм. Находчивость. Изобретательность. Человечность. Общественный порядок. Демократия. Понимание благодаря познанию. Толерантность. Удовлетворение. Действие на благо общества. Единство в коллективе. Согласие в семье. Открытость. Интерес к миру и людям. Перевернутое положение. Ловкачество. Крайний эгоизм. Завышенная или заниженная самооценка. Внутренние конфликты. Пессимизм. Потеря ориентации. Отчуждение. Одиночество. Ослепление. Фанатизм. Тоталитаризм. Напряженность. Враждебность. Сплетни. Ссоры. Трата сил на бесплодные дискуссии и действия. Магическое применение. Пробуждение потенциальных возможностей. Позволяет проявить скрытые способности. Успокаивает и умиротворяет врагов. Облегчает общение и сотрудничество в коллективе. Руномана сможет помочь тебе познать себя. Осознать собственную целостность и единство с природой. Полнее использовать интеллектуальные возможности. Развивать инициативу. Улучшить отношения в семье. Строить конструктивные отношения с другими людьми. Руноманас следует медитировать, когда желательно получить ответы на следующие вопросы. Что я должен сделать, чтобы расширить самосознание? Что могу сделать для своего общества? Являюсь ли я толерантным? Сумею ли быть открытым по отношению к другим? Удачно ли воплощаю свои замыслы? Что для меня значит понятие оптимизм? Как я ощущаю единство с природой? Руноскрипт применяют его, чтобы достичь единства в любом коллективе, в семье, в профессиональной группе, в общественной организации и других. Добавить оптимизма, привлечь на свою сторону колеблющихся людей и нейтрализовать врагов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!